736 миллионов рублей составила кредиторская задолженность Нижегород пассажир автотранса по итогам прошлого года. Теперь вопросом ее погашения занимаются депутаты Думы Нижнего Новгорода. Почти 130 миллионов рублей – это задолженность перед поставщиками топлива, из-за чего вновь появилась угроза остановки общественного транспорта. Сегодня 5 миллионов рублей ушло насчет компании-поставщика, но и компания-поставщик идет нам на встречу. На сегодняшний день идет нам на встречу. Самое главное, чтобы объем долгов не увеличивался на сегодняшний день. Это нам удается. В случае прекращения поставок топлива автобусы не встанут. Водители будут заправляться за наличные деньги. Но оптимизировать расходы все же придется. Так, например, пройдет сокращение кондукторов, необходимость в которых полностью отпадет с введением автоматизированная система контроля оплаты проезда. Это поможет сократить расходы Нижегород-пассажир автотранса почти на 120 миллионов рублей. Кроме того, сократится количество безбилетных пассажиров из-за высокой степени учета пассажиропотока электронным устройством. Мы сразу решаем две проблемы. Первая проблема, конечно, собираемость у нас повышается. Мы это понимаем. Вторая проблема – это то, что не имея наличных средств и не принимая наличных средств внутри салона. Например, автобусы у нас пропадает желание работать диким частником. А какой смысл работать, если нет живых денег? Также теперь стало ясно, что почти на 100 единиц сократится количество автобусов на ежедневных маршрутах. Такие меры необходимы для того, чтобы вывести предприятие из тяжелого экономического состояния. Но на пассажирах эта ситуация однозначно скажется увеличением интервалов между автобусами. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижний.